Всем привет! Меня зовут Сергей. Я расскажу про наш проект ULTRIX и, соответственно, про наше приложение. Не буду спрашивать, у кого есть это приложение, потому что наверняка все те, у кого оно есть, сейчас еще не вернулись к FB. Поэтому начну с того, с чего все начиналось. В общем, идея эта возникла у Андрея Карматского. И, собственно, что Андрей взял, он пошел и сделал. Он разметил Тверской район вокруг метро Третьяковская, разметил там шум, ширину тротуаров, разметил доступность мест для мобильных граждан. Ну и потом идею было решено продолжить. Встал вопрос о том, что для этого нужно и какая будет концепция. Собственно, концепция приложения вкладывается в то, что мы хотели бы, чтобы пользователи могли строить маршруты по наиболее комфортной среде. То есть тут стал вопрос о том, что такое комфортная среда, как ее разметить на карте, чтобы можно было строить маршруты. И, собственно, мы выбрали несколько режимов, о которых я открываю позже. Но для начала стала проблема о том, что нужно написать роутер, которого у нас в тот момент не было. Поэтому мы написали роутер, он написан на питоне. Это оказалось быстро очень, но скорость, естественно, не самая большая, но, впрочем, для такого приложения довольно быстро. Пользователей у нас не так много, поэтому нагрузки в виде тысячи запросов в 10 секунд у нас не будет. Поэтому, в принципе, все там выживает нормально. В чем особенности этого роутера? Во-первых, он умеет изменять целевую функцию вес ребра. Таким образом, вы можете под себя настроить по параметрам, какой вы хотите маршрут. То есть вы могли бы в интерфейсе задать, насколько вы хотите, чтобы маршрут был зеленый, насколько вы хотите, чтобы он был тихий. И в зависимости от этого роутер мог бы изменить целевую функцию ребра и построить маршрут в соответствии с вашими предпочтениями. И вторая его особенность, которую мы сделали, это, на мой взгляд, больная задача с точки зрения роутера, это то, что он должен возвращать вас обратно. То есть, по идее, роутер должен вас куда-то везти, но тут задача поставили таким образом, что он должен вас возвращать обратно. Для этого сделали специальный режим в приложении и предполагалось, что это будет выглядеть таким образом, что вы стоите на каком-то месте, у вас есть полчаса и вы хотите подумать о том, куда вы могли пройтись, но вам еще необходимо вернуться. Забача, на самом деле, не самая простая, как мне кажется. И там было несколько вариантов, как ее решить. Например, одним из них было то, что вы могли бы строить вокруг точки, из которой вы выходите, такой круг, и идти по нему наиболее предпочтительным для вас маршрутом. Но в таком случае концепция, идея приложения терялась. Вы строили больше не самый комфортный маршрут, а маршрут, который приближался по геометрии к кругу. Ну и поэтому от этого пришлось отказаться, и в итоге мы сделали чуть-чуть по-другому. Расскажу кратко про это. Соответственно, у вас есть точка A, ну точка A, то, где находится пользователь, и строятся все возможные маршруты в временном интервале при помощи алгоритма дейкера. Потом из них выбирается самый комфортный по параметру. Соответственно, допустим, если мы делали зеленый, из всех возможных маршрутов выбирается самый зеленый. Затем, простите меня за эту страшную картинку, из точки B, в которую вы пришли, еще один раз строится дейкера, соответственно, с всеми возможными маршрутами, однако обрезаются области, которые не доступны будут. Они закрашены серым цветом, и это сделано для того, чтобы, соответственно, верхняя серая часть сделана для того, чтобы вы не могли уйти дальше от своей точки, таким образом сделав маршрут обратно очень длинным. И, соответственно, закрашена нижняя серая часть для того, чтобы вы не повторяли маршрут, который уже был. То есть, например, если бы вы шли по парку, роутер бы банально вернул вас просто по другой стороне дороги. Снова строятся все маршруты, выбирается снова из них самый комфортный, в данном случае там, например, зеленый. И из полученной точки B вы строите маршрут в точку A при помощи двустороннего астара. И у вас получается вот такой вот треугольничек маршрут, который как бы замыкает вас и возвращает обратно. На самом деле, такой способ построения маршрутов, который возвращает вас обратно, довольно сложный, потому что на вот этом вот этапе вы обрезаете большие области в графе и вы можете его разорвать. Поэтому необходимо иногда оставлять зоны, чтобы вы все-таки могли выбраться из точки B и добраться до какой-то точки B. Поэтому я очень уверен, возможно, что в будущем мы будем переписывать эту часть. Ну и, собственно, мы назвали наш роутер штурманом, и изначально это был только пешеходный роутер, он строил только пешеходные и комфортные маршруты, но затем в него добавили еще несколько режимов. Первый из них это, соответственно, автомобильный режим. Опять же, при помощи данных ОСМ мы создали автомобильный граф и научили, что нужно по нему ходить. И добавили еще расчет времени в пути на общественном транспорте плюс изохраны для общественного транспорта. Таким образом, как бы из разработки, которая сначала у нас была только для этого приложения и только для пешеходных маршрутов, это стало как бы нашим еще внутренним инструментом, который мы можем использовать дальше в работе. Ну и, кроме того, медленно я переписываю сейчас штурман на год для того, чтобы ускорить его и избавиться от ограничений, которые потом на меня находятся. А какие ограничения? Ну, GIL, например, и очень большие, ну, я не могу многопоточно его нормально запускать на питоне, и он очень много памяти ест в этой реализации. Ну и скорость, конечно, он не самый быстрый. Это, как бы, GALANG на... Ну, так вот я сравнивал маршруты. По-моему, в четыре раза он у меня быстрее получается. Ну, я не великий GALANGER, поэтому я уверен, что там еще можно нормально оптимизировать и написать еще быстрее. Дальше про наполнение. Соответственно, для того, чтобы сделать наиболее комфортные маршруты, граф нужно было обогатить. Мы выбрали три режима, которые мы хотели бы строить. Соответственно, зеленый, шумный и чистый, имеется в виду чистый воздух. И тут стал вопрос о том, как обогащать граф. Соответственно, в случае с зеленым графом, возможными источниками у вас могут быть, соответственно, зелени ОСН и космические снимки, по которым можно провести NDVI. Тут стоит проблема о том, что NDVI, на самом деле, ну, не различает вам очень зеленый подъезд, ну, очень зеленая территория рядом с подъездом и какой-нибудь парк Горького. И в результате можно получить отзывы пользователя о том, что вот вы стоите рядом с парком Горького, а вас ведут по какому-то зеленому двору вместо того, чтобы идти в парк Горького. При этом, то есть, как бы, на самом деле, там, половины парков, допустим, в Москве, они не такие зеленые. То есть, допустим, в ДНХ там много асфальта, и если вы будете делать управляемую классификацию, снимка, то в ДНХ будет у вас, ну, не так и лучше зеленого, как должен быть. Поэтому, а, ну, при этом ОСН, как бы, теряет те преимущества, которые были у NDVI, и вы теряете те территории, которые зеленые, не в зависимости от того, что они размечены на ОСН. Ну, собственно, сейчас у нас используется NDVI, который нам в тот момент добрый предоставил Greenpeace, но в дальнейшем мы планируем совмещать NDVI и ОСН. Соответственно, изначально будет делать NDVI, потом браться зелень из ОСН и ребра, которые размечены парками в ОСН, у них вес будет меньше. Таким образом будут создаваться ямы в графе, в которой маршруты, скажем так, будут проваливаться. Затем про граф чистого воздуха. Тут нас выручил AirState, потому что станции Москомониторинга, несмотря на то, что их в Москве достаточно много, сделать из них поверхность, ну, получилось бы не очень хорошо, и поэтому AirState со своей нейросетью выручили нас и предоставили нам сетку километр на километр с данными о частоте воздуха. Тем не менее, для маршрутов это все еще проблема, так как, ну, как мы потом выяснили, в среднем наши пользователи строят маршруты на расстоянии от 0 до, соответственно, 2-3 километра. Соответственно, на расстоянии 2-3 километра у вас качество воздуха не меняется сильно. И кроме того, когда мы говорим о зелени, допустим, вы визуально видите, что что-то изменилось в среде, вы идете по зеленому маршруту, и все понятно. А когда вы идете, скажем так, по чистому воздуху, трудно определить, что вот вы сейчас перешли границу, и вот там было грязно, а сейчас стало чисто. Поэтому, на самом деле, сейчас стоит вопрос о том, как дальше улучшать граф чистого воздуха, и как мы сможем с этим разобраться, оставив этот режим. Потому что, на самом деле, как потом выяснил опрос, очень многим пользователям этот режим все-таки нравится. Несмотря на то, что маршрут он строит спорный, так как чаще всего он старается вас довести до наиболее чистого места, но потом у него заканчивается время, которое вы ему... Ну, вы сказали, что хотите погулять 30 минут, соответственно, он вас довел до чистого места, но ему уже надо возвращаться обратно, потому что время заканчивается. Ну, и дальше история была про граф шума. Тут, на самом деле, самая сложная ситуация была, потому что, ну, так, сходу не особо понятно, откуда можно создать картину шумового загрязнения города. И долго мы обсуждали, как мы будем это делать. В итоге, на просторах интернета мы нашли великолепную модель Лукаса Мартинелли. Это парень, который сделал карту шума на весь мир. Он взял теги ОСМ, из научных работ предположил, насколько эти теги шумны, и затем построил тройной буфер в соответствии с распространением уровня шума в зависимости от расстояния. Таким образом, у него, допустим, получилась такая карта для Цюриха, но у этой модели, естественно, есть несколько проблем. Несмотря на то, что, как бы, модель реально очень простая, и она доказала нам то, что сделать карту шумового загрязнения для Москвы дешево и серди – это все-таки можно. Для начала мы сравнили источники шума у моделей и выкинули те, которые для Москвы не совсем подходят. То есть, например, у Лукаса шум создает ритейл, спортивные площадки, места для туризма. На самом деле, в Москве такое редко можно заметить, поэтому мы эти теги повыкидывали и добавили те, которые мы считаем шумными. Затем мы еще изменили функцию, которая рассчитывает расстояние от источника шума до, соответственно, порога в 45 дБ, 55 и 65 дБ, сделав ее, на наш взгляд, более реалистичной. И тут стоит сказать, что модель Лукаса также не учитывает особенности городской среды. То есть, допустим, не учитываются такие параметры, как плотность застройки, объекты, которые поглощают или отражают шум. Ну и мы решили чуть более сделать реалистичную модель. Мы почитали чуть литературу на этой теме. Вот справа от вас там есть график, который показывает зависимость функции распространения удаленности уровня шума в зависимости от застройки. Мы из этих графиков сделали свою функцию, которая бы воспроизводила эти графики, насчитали плотность зданий в Москве и внесли коррективы. Тут все еще стоит сказать о том, что модель шума не учитывает, например, данные по интенсивности трафика. Таким образом, если где-то внезапно проедет большое количество машин, то пользователи могут столкнуться с тем, что на карте это размечено как тихая улица, окажется, что шумная. Ну и объекты, которые поглощают, отражают шум, потому что это невероятно трудно на данном этапе. Мы пока еще за это не брали. Тут, говоря о том, зачем нужны отдельно стоящие деревья в ВСМе, есть исследования, которые показывают, что деревья, которые стоят на тротуарах, могут там ставиться проектировщиками специально для того, чтобы поглощать какую-то часть шума, чтобы он не распространялся дальше. Я сомневаюсь пока, что мы это сможем как-то использовать, но я посмотрю, насколько у нас достаточно плотные данные по тире есть, чтобы это использовать. Дальше мы снова задались вопросом о том, что дальше может улучшить модель, чтобы как-то ее можно было использовать. Ну, соответственно, очевидно, что так как это модель, нужно как-то вносить реальность в эту модель, добавлять реальные данные. Мы начали собирать датчик. Датчик, на самом деле, собирался давным-давно, но вот тут мы уже начали его серьезно собирать. И вот у нас была первая версия с Ардуино. Я надеюсь, что здесь есть люди, которые знакомы с микроконтроллами Ардуино. Это такие маленькие-маленькие компьютеры, очень немощные, но при этом очень веселые. С ними можно очень много всего веселого сделать. И здесь вы видите некоторые компоненты, которые были использованы в той версии Ардуино. И, в принципе, все было бы неплохо, с исключением того, что качество звука, которое выдавало Ардуино, оно было очень небольшим, потому что мощность Ардуино не позволяла считывать с микрофона данные с необходимой частотой дискретизации. И поэтому мы перешли на OrangePy. Это такая китайская версия Raspberry Pi. Она намного дешевле, чем Raspberry Pi. И вы банально берете этот OrangePy, ставите на него при помощи SD-карты Linux, и через наш пинель подключаетесь, и вперед вы пишете уже на питоне. Вам ничего для этого не надо. Ну, у OrangePy есть свои минусы. Во-первых, он все-таки немножко дороже нам вышел. Там рублей на 500 разница все-таки была. Но при этом мы смогли взять получше микрофон, который смог выдавать хорошее качество, при этом с хорошей частотой дискретизации. Тут стал, ну, так как он более мощный, он, соответственно, и потребляет энергии больше. Пришлось подключить PowerBank вместо обычных маленьких таких аккумуляторов на 2-3 тысячи микроампер, помню. Взяли на 6 тысяч, и необходимо еще было включить, добавить радиаторы, так как он нормально перегревался, но и радиаторов оказалось мало, пришлось добавить кулеры. На самом деле меня удивляет, но OrangePy, вот почему он перегревается, это потому что они когда-то решили обогнать Raspberry Pi и вывели свои процессоры за их нормальные допустимые мощности, как бы они повысили эту мощность, но за счет того, что он просто перегревается, на температуре там 70 градусов он просто выключается, перезагружается, и так продолжается бесконечно. Соответственно, сравнив наши два варианта, как бы все понятно, мы взяли OrangePy, потому что все-таки качество звука намного лучше было, то, что нам нужно было, и он оказался просто для написания кода внутри. Вот наш сотрудничек вешает на станцию Виллобайка один из наших датчиков. Соответственно, Виллобайк добро предоставил нам возможность на их станциях вешать эти датчики, таким образом мы получали записи длиной в дневной цикл с этих станций, и у нас дальше была возможность уже анализировать, что этот датчик собрал. Соответственно, мы также решили, что для того, чтобы при помощи реальных данных можно было улучшать модель, нужно уметь делать две вещи. первое, это как бы доставать из записи уровень шума, и с этим мы довольно легко справились. Но также еще необходимо было распознавать тип источника для того, чтобы потом его можно было перенести на карту. То есть, ну, банально говоря, если вы ставите датчик на станции Виллобайка, который находится вот прямо здесь на Ленинградском шоссе, то потом у вас, например, запись покажет, что там 8% времени от дневного цикла, что оно там стояло, это был шум дороги. И шум дороги создавал уровень шума там на таком-то уровне. При этом потом мы знаем расстояние от станции до дороги, и мы можем восстановить исходный уровень шума в точке дороги, и зная тег GOSM, который есть у ленинградского шоссе, мы можем потом эктраполировать все эти данные на карту. Естественно, это делается как бы не сразу, то есть не с одного измерения, а по мере накопления этих измерений карта начинает изменяться. Тут много было проблем с тем, как обрабатывать звук, но мы насчитались хабро, и в итоге справились с этим при помощи мелочастотных капитальных коэффициентов, которые представляют собой там... Вот это я не выговорю. И для тренировки мы делали это с XGBoost, и для тренировки мы использовали данные, которые использовались в проекте в Нью-Йорке, но там с этими данными была проблема в том, что они были просто офигенского качества, такого, что чуть-чуть до шумленной записи, и все начало лететь. Google Audio Set, который очень богатый, но при этом записи сделаны из YouTube, поэтому там часто попадаются записи из компьютерных игр с непонятными звуками, потом непонятно, что с ними делать. И плюс к этому еще у Google Audio Set, так как в YouTube там все-таки они чуть размечены, но все равно попадаются куски с тишиной. И тишина, соответственно, воспринимается как шум потом, и тоже все летит. В питоне мы нашли великолепную библиотеку Lebrose, которая помогает обрабатывать звуки. Вообще лучшая библиотека, которую я видел пока для звуков. В итоге у нас получилась карта шума Москвы. Она у нас выложена на GitHub, ее можно посмотреть, как-то оценить. В целом видно, что карта в большинстве составлена из дорог, и, но тем не менее, в центре учитывается некоторое количество боев, которые создают шум. Потом, соответственно, нехитрыми операциями мы переложили все это на граф, и у нас получился граф шума. Собственно, заканчивая, я покажу, какие города у нас установили наше приложение. Вы можете видеть, что там есть даже пара мексиканских городов, и один парень пытался сломать наш роутер и построить пешеходный маршрут из Мексики в Москву. Но у него ничего не вышло, понятные дела. Но мне это было удивительно. Тем не менее, Москва, Санкт-Петербург — это, естественно, те города, которые нас больше всего скачали, просто потому что нас там более-менее узнают, и по тем каналам, которые мы это приложение показывали, их оттуда и взяли. Тем не менее, в Петербурге мы не работаем, у нас только Москва, и поэтому мы все еще думаем о том, в каких городах дальше запускаться. но все еще надо подумать над концепцией, потому что вот мы в 30 августа запустили версию на Android, и все там довольно нехорошо, у нас мало пользователей, я говоря. Ну вот, собственно, пока что идею мы все еще продолжаем, и мы работаем над этим, мы будем улучшать граф, будем улучшать роутер. Я думаю, что мы добавим еще пару... мы добавим другие режимы в приложение. Например, одним из них будет, я так полагаю, безопасный режим. И тут, например, нам очень поможет карта теги освещенности в Москве. Я жалко, что их мало. Это, кстати, не мы размечивали вот это вот замоскворечие, честно-честно. Там Илья сказал, что это вовсерис, нет-нет. Ну вот, собственно, и спасибо за ваше внимание. Надеюсь, что будет приятный вопрос. А где вы брали информацию о движении общественного транспорта для строения? Где вы брали информацию о движении общественного транспорта для строения? У нас для одного проекта эта информация использовалась, нам ее передавали. Вот у вас был слайд, что вы решили использовать OrangePy, но при этом вы на него поставили датчик шума рядом с кулером. Это точно хороший раз? Так-так-так. Датчик шума рядом с кулером? А, нет. Там есть корпус. Вот, и все железо находится в корпусе, за исключением микрофона. Микрофон вынесен за этот корпус. Вот, соответственно, кулер находится внутри, но он, на самом деле, там кулер за 200 рублей, и он сделан только для того, чтобы этот OrangePy не выключался, но он очень тихий. А при расчете зеленого краха у вас есть различия между лесами с большими деревьями и газонами? Потому что газоны на NTVI, они более высоких коэффициентах, чем деревья. Вот, пока что в той сетке, ну, то есть у нас были данные от Greenpeace, они были предоставлены там в виде 30-метровой сетки бинарной, типа зелено-не зелено. Вот, и пока что у нас таких различий нет. Вот. Конечно. То есть сейчас мы тестируем различные варианты, как, ну, каким образом, там еще нужно сделать таким образом, чтобы это было программно написано, то есть это должно быть как-то не в Fugice, одноразовое сделано NTVI, а мы хотим сделать так, чтобы граф был автоматизирован, ну, обновлялся постоянно, и поэтому сейчас думаем о том, как совместить NTVI с VSM, и как бы все хорошо получалось. На самом деле, вот, мне кажется, что разницы между газонами и деревьями в приложении особо быть не должно, потому что если уж там есть такой большой такой лук, то, в принципе, наверное, тоже засчитается за зеленый маршрут и будет засчитан. Да. А у вас маршруты, ну, то есть три вида, либо тихий, либо экологичный, либо зеленый. Да. А нельзя как-то это интегрировать? Мы пробовали. На той стадии, когда мы разрабатывали приложение, была идея о том, чтобы прогнать пользователей через настройки, дав ему возможность настроить под себя, какой маршрут он хочет, ну, имеется в виду совместить некоторые режимы. Но на самом деле потом на выходе получается такой монстр, что трудно понять, на самом деле, как-то так получилось, что он решил пройти там. То есть из-за того, что параметры у графта неравновесные, то есть они как бы варьируются от нуля до единицы, но там 0,7 у зелени, это не то же самое, что 0,7 у шума и 0,7, допустим, у чистого воздуха. Просто потому что, ну, как бы он... У них классность не одна и та же, скажем так. И поэтому на выходе получается что-то страшное. Поэтому пока мы это не сделали, я сейчас думаю о том, чтобы сделать возможность как бы менять участки. То есть, допустим, вы хотите, чтобы у вас там все-таки был маршрут и зеленый, и тихий, и шумный. О, тихий. И тихий, и чистый. И участки маршрута варьируются. То есть сначала вы идете по зеленому участку, потом по тихому, потом по чистому, например. Просто это, как правило, совпадает, что он тихий, экологичный, зеленый. Либо шумный, не экологичный. Ну вот карта аэрослита нам все-таки... Интегральная оценка, если сделать, тебе придется выбирать. А, вы имеете одну интегральную оценку, да, без... Да, зависит параметры, просто давать один маршрут, что хочу прогуляться. Да, так можно было бы, наверное, да. Да, конечно. Наверное, это можно было бы обозвать в каком-нибудь суперкомфортном режиме. Да. А почему бы не сделали граф чистоты воздуха по методу Лукаса-Мартинерии? То есть тоже взятие эллических... От дорог? Да. Мы потом в итоге подмешали в аэростей дороги, потому что там была волна отзывов о том, что, ну, типа, я хочу тут прогуляться по чистому воздуху, а вы меня ведете рядом там с садом кольцом, ну, и что-то вроде того. И подмешали потом дороги. Но... Наверное, можно было бы, но мы как-то старались все-таки там, где возможно, брать реальные данные, насколько они возможно. Поэтому мы... Когда аэростейк как бы приложил нам взять их данные для этого проекта, мы с радостью согласились, потому что лучше у нас пока ничего нет. А почему вы считаете железные дороги шумными? Ведь по шоссе машины едут все время, а по железной дороге только раз в 10 лет поезды работают. Правильно, да. Но тут есть такая проблема, что если мы не учтем это и прогоним пользователей через железную дорогу, а там рядом сейчас проедет поезд, то мы будем получать негативные отзывы о том, что, ну, типа, шумные все-таки, ребята. Ну, вот идея учитывать еще раз висать. Да-да-да. На самом деле, вот с этим тоже была идея взять и функцию целевую веса ребра включить время. То есть, чтобы в зависимости от времени веса у графа менялись. Но пока еще до этого не дошли, но хотя вот с чистым воздухом и с шумом, я думаю, что это можно было сделать.